Красная нить На днях стало известно о том, что Виктория Романец и Антон Гусев больше не пара. И именно Вика стала инициатором разрыва, так как она ясно осознала тот факт, что эти отношения нужны только ей и дальнейших перспектив с Антонов уже нет. Также поклонники узнали, что мужчина совершил нечто такое, после чего Вика собрала свои вещи и уехала из дома. При этом она даже понятия не имеет, где и с кем ее бывший сожитель. Журналисты тут же связались с самим Гусевым, который уверил, что его подруга всего лишь спылила. И это у них случается уже не в первый раз. Поэтому он был уверен, что совсем скоро девушка остынет и все у них наладится. Да только сама Вика явно настроена очень решительно. Поэтому она не отвечает на его звонки, отказывается от встреч с ним и вообще не желает его видеть рядом с собой. Сегодня об официальной группе Романец рассказали о том, что всю прошедшую ночь Антон умолял Викторию вернуться к нему и делал все, чтобы девушка забыла все обиды. Однако Гусев разместил на своей страничке видеоролик, в котором множество людей говорит о том, что Антон любит Вику и просит девушку простить его. Наверняка Романец оценит старания своего уже бывшего парня и вполне вероятно, что все же примет его обратно. Дарья Иванова рассказала, что на поляне сдохла романтика. Приход весны никак не подействовал на мужчин в периметре. Все как один лежат в мужской спальне и никак не хотят проявлять себя по отношению к девушкам. Даже новые приходы парней не вызывают в них конкуренцию. Новенькая Ангелина уже разлюбила Никиту Кузнецова и снова рвется к Сергею Кучерову на Сейшелы. Девушка поделилась, несмотря на то, что меня пытаются притянуть к Никите под предлогом, что я выразила симпатию человеку и просто хотела пообщаться и узнать его, я заявляю, что никто, кроме Сергея, мне не нужен. С Никитой у нас ничего не было и не могло быть. Я жду, когда будет готова виза, собираю чемоданы и отправляюсь на острова. Кстати, недавно Никита Кузнецов признался, что Марина Африкантова для него идеал. Его больше не интересуют роковые красотки. Теперь он отдает предпочтение тихим тургеневским барышням, которых хочется защитить от всего мира. Оказывается, Никита давно заглядывался на Марину, но мужская солидарность не позволяла ему приступить к активным действиям. Вот только что-то подсказывает мне, что после скандальных романов с самыми популярными красотками проекта, Никита быстро присытится тихой жизнью с Мариной. А вы как считаете? Ольга Бузова поздравила сегодня с днем рождения своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Телеведущая написала «Поздравляю с днем рождения бывшего мужа. Желаю ему в 30 лет, наконец, научиться ценить самые важные события в его жизни». Остался один месяц до свадьбы влюминкранцев, и Валера с Татой начали подготовку. Торжество пройдет на поляне, для них организуют выездную церемонию. Среди приглашенных бывшие, а также действующие участники Дома-2. Имя ведущего мероприятия Валера не сообщил, но обещает, что будет весело. Константин Иванов официально развелся, и теперь они с Сашей Гозе смогут подать заявление в ЗАГС. Также мужчина поделился последними новостями. С Сашей мы не расстались, вы что? У нас все отлично, мы просто временно разъехались, по делам. С руководством проекта мы в отличных отношениях, но назад вернуться не хотим. Мы сами приняли решение уйти, хотим двигаться дальше. Ничего назад мы не просимся, там интернета нет, выездов нет, телефоны отбирают, изменились условия. Нас это не устраивает. В общем, живем мы сейчас втроем, с Андреем Чуевым, и у нас все хорошо. С сети появился компромат на Юлию Ефременкову. Очень откровенные снимки в стиле ню, такие же, как и у Рапунцель. Эти фотографии были сделаны несколько лет назад. На снимках девушка открыто позирует на камеру, демонстрируя свои прелести. Фанаты тут же предположили, что причиной расставания с супругом стали именно эти снимки. Ведь бывший муж Юлии является знаменитым актером, поэтому позориться с такой женой он не стал и сразу объявил о разводе. Сама Ефременкова упорно твердит, что решение расстаться было ее личным. На острове любви произошла жестокая потасовка. Конфликт Леры Фрост и Лилии Четрару длится не первый день, но сейчас ситуация полностью вышла из-под контроля. Между девушками состоялась драка, в которой они обе сильно пострадали. Поступок Сергея Захаряша, который не только не спешил разнимать дерущихся, но и наоборот давал полный карт-бланш Лилии в битве с Лерой, тоже никто не понял. В завершении всего Сережа и сам ввязался в драку с Лерой. На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok